Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Головно-державный санитарный урад Шугомельской области Александр Тарасенко проводит прием грамадян и отказывает на телефонные звороты. Угоды у меня Франциска Скарыны открылся первый в Беларуси научный центр компании Делинк. Спробовал узбегче от погони, знес агороджу и взвалился у Яросу. Працовники ДАИ проследовали не твярозого водителя. А зараз об этом иншим больше подробязно. Амаль 37 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрована зараз на Гомельщине. Об развитии приватного бизнеса сегодня ишла размова по часу встречи Владимира Дворника с представниками бизнеса. Летость на Гомельщине была открыта свыше 700 новых организаций. У темлику Амаль две сотни у вытворшей галине. Большость у сферы гандля, а так само ремонт автомобиля у бытовой техники. Далее идут промысловость, будовництво, транспорт, сельская и лесная господарка. По выниках экономичной деятельности наибольшь поспехово працуют мясокомбинат Кашалёва, а так само жлобинские организации Италиторг и Ренат Олекс. Дякуючи заявлению новых субъектов господарения, працовные места отримали свыше 6 тысяч человек. Подробностей сустречи керавника региона и бизнесменов глядите в наших наступных выпусках. Профессия программиста зараз бадает на самых популярных у Беларуси. Межтым бурный развитие IT-технологий потребует сучасных методов подрыхтовки специалистов. Гэта добро разумеется у Гомельским державным университете имя Франциска Скарыны. Тут з'явился первый у Беларуси официйный авторизованный научальный центр компании Делинк. На базе физичного факультета открылась лаборатория сучасных компьютерных систем и сеток. Она даст макшимость рихтовать будущих специалистов на основе опошних досягнений программирования. Свои веды тут будут передавать выкладчики ВНУ, які селета пройшли стажировку у компании Делинк и отримали ответные сертификаты. А кроме того, адекватный процесс включилися и ведущие специалисты компании. Они провели некольких майстер-классов и семинаров, плануют принимать уделу в изначении тематик курсовых и дипломных работ. И главные студенты, которые поспехово пройдут навучание, в этом центре отримают шанс працовать над проектами ведущих компаний по вытворчасти сеткового и телекоммуникационного обсталявания. У нас есть заявки от ведущих компаний IT, IBM, IPAM и так далее. То есть все ведущие компании, которые присутствуют в Гомельском регионе, они дали заявки на этих специалистов. Для меня это значимо то, что наконец-то в Республике Беларусь мы сможем говорить уверенно в том, что есть преподаватели, есть учебные задания, которые обучают молодых людей современным технологиям с должным уровнем качества, под контролем, по крайней мере, нас, как вендора, чтобы мы были уверены в нашем поколении молодом, который идет нам на смену. У Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии, громадского здоровья сегодня организованный прием грамадзян и промая телефонная линия, с якими пытаниями жихары региона звертаются до головного державного санитарного урача, доведалась Ганна Ковалева. За первые 10 хвилин с початку телефонной линии отказаны пытания поспели отримать 3 человеки. Ещё один человек пришёл до Александра Тарасинки на особистый приём. В уголе махчимость свернуться до специалистов центра, у жихара в области есть кожную сироту. Одночью квартал, прямую линию, проводит галлонный державный санитарный урач. Санитарная норма у сферы гандли, у громадского харчевания, профилактика захворывания и навод праце уладкования. Спектр пытаний широкий. Гмельчанин Геннадий Дубицкий пришёл, у надеясь найти выражение своей проблемы, больше, как 3 года из-за труб водозабеспечения у его квартиры не спыняются гудения и вибрации. До этого мужчина звертался до специалистов городского центра. Однако замер децибела провели весной, коли отепляльный сезон скончился. У вынику приборы показали лечбу 23, якой до критичной отзнаки не хапила у сего 3 децибела. В каждой жилой комнате есть водопроводные трубы. Трубы горячей и холодной воды. Потому что у меня находится жилая комната, а наверху находится кухня. Трубы идут по стене в одной комнате и в другой. Трубы горячей и холодной воды. Вот они и идут. Вырошить питание, цедать по импломатчине специалисты, обовязанные на протягу двух тыднев. Обставины ситуации с гудшными трубами высветлять в ближайшие дни. Давайте мы определимся так, что в пятницу, это 20-го числа, к вам приедут представители нашего областного центра, это лабораторный отдел. Представители ЖУ-4, так, уже связались с ними. 23.00, да? В ночное время. В ночное время. Ну, 23.00. Дело в том, что измерение шума проводится по методике из 23 до 7 утра. Частка зворотов оказалась не по адресе. Не все огученные питания были у компетенции специалистов центра, але и такие проблемы не застанутся поза увагой. Их передадут отповедным установам, які дадут отказ так само у двухтыдневый термин. Дарычу, в этой хвилине ясши есть махчимость задать хвалюючее питание. Прием грамадяны телефонных звонков протягнется с сёння с 16 до 18 годин. Нумер промой линии в Гомеле – 75-48-51. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». До інших тем спробував збегчий от пагони, знёс агароджу и звалився у яр глибенёй 15 метров. Супрацовники да и сёння у ночи проследовали нецвярозого водителя, який не выканал потребования припынку. Автомобиль не подлягай одновлению, зато и на самим шумахеры – ни одной драпины. Усё почалося на пересечении в улице Косарова с Реческим проспектом. Инспекторы батальона дорожно-патрульной службы зауважили автомобиль, манёвры якого не отповядали адекватной траектории руху. Увы, не купачалась пагоня, которая проходила прозвулицу Лазурную, а скончилась на кольце, где пересекаются обязная дорога и в улице Барыкина. На худкости, прикладно, у 120 км за годину водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» не справился с кированием, сутыкнулся с отбойником, отсюда миновал осветляльную опору и завалился у яр. Автомобиль отрывал по шкоджении, сбоку водителя спрацевала подушка биоспеки. Водитель вылез из автомобиля и пытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции. В отношении его было составлено 11 протоколов за нарушение правил маневрирования, нарушение правил обгона, неоднократные требования об остановке, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и управление автомобилем, не имея права управления, так как ранее, в 2014 году, этот водитель уже был лишен права управления за то, что управлял в нетрезвом виде. 36-годовый водитель Жихара областного центра одоглядую надмовился. Зараз утекач отсыпается дома. Ему поражаю повеличение термина позбавления водительского посвечения и штрафу по мере от 1000 рублев. До речи, за минулый год супрацовники ДАИ затримали маль 3900-ни цвярозых водителев. По их вине отбулося 52 ДТЗ, у яких 20 человек загинули, полсотни отримали травмы розной ступени тяжкости. Веншаванье с годовиной створения приймают у войсковой части 55-25. 27-й день народжения ее собистый состав отзначил урочистым сходом. Войсковая часть 55-25 створена 18-го студене 1990-го года для оказания допомоги у справе аховы громадского аппарата. Служащие выполняют и специфичные задачи – конвоирование осудженных, забеспечение судовых посаджений и разминирование. А кроме этого, аховывают важные державные объекты и сопроводжают специальные грузы. Что год у часть 55-25 для проходжения воинской службы приходят каля 300 новобранцев. Штаб находится на территории Гомеля. Особно дислоцируются подразделения Умазыры, Светлогорску и Рэшице. На святочные мероприемства были запрошены войсковцы и офицерский состав части. Лепшим уручили заслуженные узнагороды. У православных сегодня калядная кутя – день, який попередничает святу водохрыща. Во всех храмах пройдут урочистые службы. Отбудется освячение воды. После этого у любой крыницы вода лечится гаючей. Завтра основные святочные мероприемства разгорнутся на набережной Сожа. Хрестный ход пошнется у 10-х 1-30 хвилин у районе Киевского спуску. Жадающие смогутся кунуться в воду в пляжной зоне злева от пешеходного моста. Купели будут обсталеваны так само у приходах на территорию Спаса Преображенского храма, у храма святого Архангела Михаила, на возере Побожи с храмом святого великомученика Георгия Пермаганосца. У першиню сегодня для верников открылась купель у храме преподобного Микиты Спавядальника, епископа Халкідонского у агрогородку Пакалюбече. Гэта и іншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tivergomel.by На гэтым выпуск завершенный. У студии працавав Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи у эферы. Редактор субтитров А.Семкин